На сегодняшний день существуют различные идеи для создания собственного бизнеса. Любой бизнес требует вложений, неважно продажи товаров или услуг. В первую очередь любой бизнес начинается с бизнес-плана. На начальном этапе не обязательно открывать ателье, можно предоставлять услуги на дому. Вложить денежные средства только в покупку материалов. Рекламу можно делать и бесплатно на первом этапе, например, объявления в социальных сетях или на подъездах улицы. Для бизнеса услуг важна клиентская база, если клиент доволен услугой и качеством пошива, то он обязательно расскажет другим. Тогда у бизнеса появятся новые заказчики, что принесет дополнительную прибыль. Важно знать, что покупатели не будут делать заказы по дорогой цене, поэтому необходимо ставить минимальные цены, но не в убыток своему бизнесу. В настоящее время пошив одежды является популярным среди населения, так как каждый хочет приобрести оригинальную вещь на свой вкус и за приемлемую цену. В магазинах не всегда можно что-то подобрать по фигуре. Обычно всю одежду шьют по стандартным размерам, например, 42, 44, 56 и так далее. Однако производитель не может узнать точные параметры покупателей. Многие женщины приобретают дорогие брюки у производитель и отдают перешивать их в ателье, при этом вкладывая в брюки дополнительные затраты. Стоит отметить, что сшить брюки гораздо дешевле, чем купить их и перешить. Итак, когда наберется клиентская база, необходимо накапливать свой капитал для открытия ателье. Можно открыть вклад в банки под проценты, тогда сумма будет накапливаться быстрее. Раз в месяц нужно будет зачислять на счет 30% от дохода. И когда капитал достигнет примерно 100 тысяч рублей, то можно открывать свое ателье. Для открытия ателье нужны определенные затраты. Это закупка материалов, аренда помещения реклама, оплата коммунальных услуг, заработная плата сотрудникам, оплата налогов с фонда оплаты труда и так далее. После открытия ателье необходимо сделать рассылку своим клиентам, чтобы они знали адрес ателье. Таким образом, если бизнес начнет процветать, то в дальнейшем его можно будет расширять и, может быть, улучшать свой ассортимент. Например, ввести дополнительные услуги по именно ремонт одежды. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. Если нанять дизайнера, то он сможет из любой старой вещи придумать красивый и оригинальный наряд. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.